Девушки отдыхают 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 Маршрут. Шестой. Срочно соберите все сведения о выпускнике Одесского военного училища связи Антоне Комарове. Результат доложить лично мне. Пятый. Срочно радируйте в Берлин. В архив разведуправления. Прошу немедленно собрать и выслать мне все сведения по делу Зигфрида фон Гольдринга. Берргольд. Срочно радируйте в Берлин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В досье покойного Зигфрида фон Гольдринга прислан на гестапо. Отлично. Зигфрид. Фотография маленького Генриха. Да, но по этой фотографии ни одна экспертиза не сможет опознать личность. А номер часов совпадает. Отпечатков пальцев маленького Генриха в досье не оказалось. Их и не могло быть. Распоряжение брать отпечатки пальцев с членов семи наших агентов поступило значительно позднее. Но перебежчик этого не знает и своим поведением может выдать себя. С вашими способностями, Харгалтман, вам предстоит блестящая карьера. Благодарю вас, Гарабас. Попробуем. За твое второе рождение. Благодарю. Может быть, ты хочешь русской водки? Нет, я с наслаждением пью этот коньяк. Что это такое? Это колыбельная песенка. Мы играли ее с лорой. Четыре руки. Твоей памяти можно позавидовать, Генрих. Это наследственная от отца. Я до сих пор помню ваш кабинет на Вильгольмштрассе, 22. Письменный стол в глубине комнаты и бронзовая фигурка Бисмарка. Однажды я чуть не разбил ее, испугался и расплакался. Прекрасная память. Но если у тебя такая память, то ты, вероятно, помнишь, как перед отъездом в Россию у твоего отца и у тебя брали отпечатки пальцев. Не помню. Не помнишь? Нет. Но, впрочем, ты тогда был слишком мал, чтобы запомнить такую процедуру. Да это и не важно. Отпечатки сохранились, и мы сейчас сделаем новые для сравнения. Это пустая формальность, но ты понимаешь, что без этого нельзя. Конечно. Дактилоскопические снимки. А что это за наследство, о котором упоминается в завещании твоего отца? Уезжая в Россию, отец продал все свое имущество, а деньги положил в швейцарский банк на мое имя. Сколько? Немногим более двух миллионов марок. Завидный жених. Садись. Завидный жених. Садись. Завидный жених. Немногим более двух миллионов марок. Завидный жених. Завидный жених. Какая у вас нежная рука. Простите, Горгалку. Довольно. Ну, вот и все. Благодарю. Герр-лейтенант. Герр-оберст просил вас немедленно явиться к нему. Хорошо, ступай. Осторожнее, осторожнее. Я должен сообщить тебе одну пикантную новость. Советский военный трибунал приговорил лейтенанта Комаровых к расстрелу за измену Родине. Барона фон Голденга, это мало тревожит. Да, но русские партизаны очень метко стреляют. Но пока вы здесь, мне нечего опасаться. К сожалению, я завтра уезжаю. По вызову райхсминистра Гиммлера я еду в Берлин в его распоряжение. Вы уезжаете совсем? Вы, мой дорогой, служба. Как быть с тобой? Здесь оставаться нельзя, для меня ясно. А где сейчас майор Аверс? Ты его помнишь? Конечно, на именину Хулора он предсказывал мне большое будущее. Он сейчас генерал, командует дивизией в глубоком тылу. Великолепная идея. Он с радостью примет тебя в свой штаб. Это бегство с фронта? Ерунда. Я обязан сохранить жизнь сына моего покойного друга. Решено. Ты едешь к Аверсу. Зауголь. У меня к вам есть одно личное поручение. КОНЕЦ КОНЕЦ Что такое? Немецкий солдат плачет? Виноват, горы лейтенант. Почему вы плакали? Отвечать! Меня отправляют на Восточный фронт. И вы плачете? Там погибли два моих брата. Ну и что же? Мать не переживет. Если узнает, что и меня... Давайте ваши документы. Ну! Поправьте пилотку. Вы будете служить у меня как офицер особых поручений. Слушаю, Игорь, генерал. Что я должен делать сегодня? Пока отдыхать. А потом вам придется выполнять мои поручения, связанные с посещением отдаленных районов. Расположение моей дивизии. Понимаю, генерал. Ну, пока ознакомьтесь с местностью. Мой адъютант подробно вам все расскажет. Офицеру неудобно начинать свою службу с просьбы, генерал. Ну, что? Названный сын моего лучшего друга может всегда рассчитывать на мою благосклонность. Возле штаба я встретил солдата, которого по вашему приказу отправляют на Восточный фронт. У него преданные глаза. Мне нужен денщик, генерал. Оставить в штабе как денщика лейтенанта фон Гольдернга. Слушаюсь, генерал. Благодарю. Я очень рад вашему приезду. Вы хоть немного разгрузите меня. Что так много работ? Да, в последнее время стали часто беспокоиться с партизами. Ого. Я надеялся здесь отдохнуть после Восточного фронта. Вот документы моего денщика. Хорошо. Так вот. Впрочем, о деле мы успеем с вами поговорить и завтра. А сейчас отправляйтесь в гостиницу Бристоль. До свидания. Да, кстати, барон, не влюбитесь. У хозяйки гостиницы очаровательная дочь. Вы хозяйка? Да. Говорите по-немецки? Да. Аупмен Люц предупредил вас о моем приезде? Да, мы знаем. Я сейчас провожу вас в вашу комнату. Только возьму ключ. Поднесите вещи наверх. А вы говорите по-немецки? Очень редко. Почему? А потому что не люблю этот язык. И не люблю... Немцев. Вы смелая девушка. Только в следующий раз я вам не советую так говорить с немецким офицером. Прошу. Пас. По-моему, это не та дорога, Курт. Подожди меня здесь, я осмотрю местность. Слушаюсь, горы, лейтенант. Руки! Куда шел? В соседнюю деревню. А это зачем? Ворон стреляли. Иди. 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 Ну, если тебя никто не тронет. Обними меня. Что? Обними меня, сюда идут. Как полагается, невесте. А ты не очень похож на влюбленного и совсем не такой храбрый, как на словах. Если он тебя пригласит в ресторан или в кино, не отказывайся. Иди. 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 Вы понимаете? Язык плох. То, что происходит, отлично. Неужели вам это нравится? В жизни часто приходится делать не то, что нравится. Вы достойный патриот своей родины. Конечно. Разрешите прикурить. Проверьте свечи. Хорошо. Принеси свечи, старик. Свечи? Сейчас. Здесь можно купить хорошие свечи. Сигара. Гавана не найдете. Есть регата. Я курю только Вирджинию. Как приняли в штабе? Кажется, хорошо. Будь осторожен, за тобой следят. Знаю. Теперь о главном. Подземный завод находится в районе Трольдайна. Необходимо узнать, над каким оружием он работает и секрет его производства. А ключ? Сейчас. На заводе работает известный конструктор Штронг. Эдвард Штронг. Хозяйка твоей гостиницы, его близкая родственница. Ясно. Здесь фото Штронга. В случае провала... Провала не должно быть. Номер 29-48 прибыл. Введите. Эр Гартнер. Известный конструктор Эдвард Штронг. Эдвард Штронг. Все расчеты должны быть закончены в кратчайший срок. Это оружие решит исход войны и вашу судьбу. Мы гарантируем вам жизнь и свободу после победы. И от вас зависит ускорить час своего освобождения. Прошу. Вы снова вернетесь к семье. Будете работать, творить. Подумайте. Даем два... Нет. Четыре часа. До свидания. Мне бы не хотелось говорить сейчас о возможных последствиях вашего отказа. Напоминаю, ни один человек из этого подземного завода не должен выйти никогда и ни при каких обстоятельствах. Вы отвечаете за это головой. Я прибыл сюда по совершенно секретному заданию. В штабе Гиммлера имеются точные сведения о том, что в район расположения наших подземных заводов заброшены агенты иностранных разведок. Вот этого я больше всего боялся. У меня есть также одно важное поручение, касающееся одного из офицеров штаба. Фамилия которого? Ну, слава богу, я только ваше дело, не мое. Итак, официально я ваш заместитель. И мой приезд не должен вызывать ни у кого никаких подозрений. По приказу генерала вы должны немедленно отвезти в штаб корпуса этот пакет. В вашем распоряжении час сорок минут. Советую вам быть внимательным и осторожным. Спокойно, Комаров. Что же балаган? У нас не было другого выхода. У кого у нас? Прошу глоток воды. В 18 часов я ухожу от слежки гестапо. Мы оба служим одной цели. Разным хозяевам. Понятно? Нет. Руку из кармана, Комаров. Я просто хочу курить. Мне поручили связаться с вами. Кто и зачем? English Secret Service. Our service working full contact. Провокация или просто грубая работа разведки? Как видите, я откровенен. Вы передадите мне пакет, который везете в штаб корпуса. Это то, о чем предупреждал Люц. Через час я верну его вам. И завтра свяжу вас с вашим командованием. Молодец, Людвиг. Руки вверх. Шпионов, английская собака. Прилесантис, стреляй! Прилесантис, стреляй! Ну, вы теперь полностью удовлетворены результатами проверки. Судя по двум пулям в правом легком Людвиге, лейтенант Гольдвиг стреляет отлично. Да, но только этой ценой вы убедились в благонадежности Гольдвига. Скорее, в глупости Людвига. Ага. Барона рекомендовал мне генерал Бергольд, и я... Его происхождение не вызывает сомнений. Но воспитание вдали от родины... ...у моего заместителя очень подозрительный характер, генерал. Людвигс, сегодня же представить лейтенанта фон Гольдринга к награждению железным крестом второй степени. Слушаюсь, мой генерал. А-а-а, барон! Благополучное возвращение. Благодарю, генерал. Шафтен, познакомьтесь. Лейтенант фон Гольдринга. Очень приятно. Майор Кумис. Мой заместитель. Алк на залп. Как вы здесь? Да. И очень рад нашей встрече, барон. Я тоже. Не трогай рукой гвозди-ка такой цветок. Искрым коросы, как будто слезы намек. Под цвет лепестка. Росинка с цветка стекла. И свете на ног, как будто бы кровь алла. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что же, Моника, мы помирились? Откуда у вас этот крест? Я выиграл одно сражение Сражение? Да Один У русских есть пословица Один в поле не воин Но поскольку мир построен на противоречиях Иногда бывает, что я один в поле воин И один в поле воин? Никак не могу понять, что вы за человек Почему вы отпустили тогда того парня? А откуда вы знаете, что я его отпустил? Во-первых, я его не отпускал Он удрал А во-вторых, чем меньше вы об этом будете говорить Тем будет лучше Для него, для вас И для меня Мы тени вечерних улиц Мы всюду, где нас не ждут Друзья, берегите пули А пули не друга найдут Это песня разлыки Что сжигает нам сердца Будет спета до конца Это песня расплаты Песня смертного свинца Его наградили железным крестом В баре напротив будет честный мне Будет спета до конца Дождись его, он любит поболтать До конца Где мои сигареты? Горобры, лейтенант Миря! Такая прелесть, правда? Горобры Я не хочу сидеть Моника, что там происходит? Ничего, ничего, мама Это вернулся Барон Ага, доброй ночи, мадам Полотенце Слушаюсь Я немецкий офицер Я могу делать все, что хочу Откуда у вас эта фотография? А, это тайна Моника, я хочу курить У вас нет сигарет Он тоже хочет курить А на подземном заводе Нельзя курить Подземном заводе? А я немецкий офицер И могу делать все, что хочу Ты свободен Моника, я хочу курить В чем дело? Документы Подвиньтесь Ну? Поехали Когда вы должны вернуться в штаб Если вы не будете отвечать на вопросы Мы вас расстреляем Если вы не выполните наше задание Вам придется отвечать на вопросы в гестапо Вы отпустили вооруженного партизана Проболтались о местонахождении конструктора Штронга для гестапо Этого будет достаточно Нам нужен план подземного завода И схема его охраны Сейчас мы вас отпустим А через 10 дней Вы опять поедете по этой дороге Один Только в следующий раз Не надевайте эсэсовскую фуражку К армейскому мундиру Вы молодец, Гольден Я тоже предполагал Что они добираются до охраняемого нами объекта А что их там может интересовать? Там есть кое-что Интересующее не только их Но и некоторые иностранные разведки Я хотел Передать это вам Лично Благодарю Думаю, что это несколько скрасит Вашу поездку в Трольдайн Как? Я должен ехать снова надолго? Вероятно, на неделю Что я там должен делать? Мою дивизию перевооружают Вам необходимо ускорить отправку нового оружия Из Трольдайна Слушаю Эра генерал Мне очень бы не хотелось отпускать вас от себя Но только вы с вашим умением завоевывать симпатии Сможете сделать все это быстро и хорошо Вы преувеличиваете мои способности, гаар генерал Что? Когда я должен ехать? Завтра в 6.00 Слушаю, гаар генерал О местонахождении Стронга уже знают в горах Благодарят Завтра в 6.00 Да Да, я Мой дорогой барон Вы очень огорчитесь Если вашей поездке в Трольдай У вас будет такой спутник, как я Я буду только счастлив, гаар майор Будем заниматься? Да Завтра в 6.00 Чудно? Нет Я должен отправить эшелон с оружием Да, с автоматическим Попасть к партизанам? Вы преувеличиваете Ну, а времени отправки эшелона буду знать только я Да Да Это завтра, гаар майор Ну, что ж Будем заниматься? К сожалению, я должен готовиться к отъезду в Трольдай В Трольдай Вы там бывали? В Трольдайне живет моя кузина Возможно, я пойду ее навестить Так значит, до встречи в Трольдайне До свидания Завтра, барон Уезжает в Трольдайне За оружием для дивизии Вот как Ты должна предупредить через людьми наших Если удастся достать оружие у немцев Ты поняла? Понятно Вы чем-то озабочены? Ничем Меня вызывает сам Гартнер А кто это сам Гартнер? Простите Что? Ах да, я забыл Конечно, вы его не знаете Если Гиммлер Бог разведки То Гартнер его пророк Ну и что же? Больше ничего Больше ничего Вы хозяин ресторана Ваша душу Эта комната Ваш парон Пардольный Прошу Эту неделю я буду обедать у вас Сочту за особую честь Принимать себя в ресторане Такого годича Как вы Надеюсь У вас хорошая кухня О, лучшая в Тролле Отдыхали вид Исключительный Сервис Дети Да Вот Простите, господин Пардольный Вот ваша капель Благодарю Простите, господин Парон Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Да, но он глубокий старик Доктор Гартнер Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok говорит о жизни. Правда? Я никогда не думала, что вы можете быть таким, таким. Я бы очень хотел быть таким, Моник, но не могу. Опять ваши скучные дела? Да, есть одно дело, но я надеюсь покончить с ним сегодня. Сегодня? Простите, Горобрый лейтенант, только что звонил начальник охраны Эшелон. Ты что, не мог выбрать для этого другого времени? Да, но он просил передать срочно. Простите. Поезд 787 отправляется сегодня в 20 часов 45 минут. Поезд 787? Так точно. В 20? В 45. Хорошо, ты свободен. Слушаем. Вы поедете этим поездом? Мы же договорились ехать завтра в моей машине. Нет, нет. Мне необходимо вернуться сегодня. У вас тоже скучные дела. А вино мы так и не выпили. До свидания. Добрый день. Все в порядке? Поезд 787 в 20.45. Обещайте мне, что вы не поедете этим поездом. Обещаю. До встречи в каунтре. Прошу вас. У вас есть русская водка? Русская водка? Да. Я не знаю. Пойдите, узнаете. Сейчас. ПОДПИШИСЬ! Какой притой? Что? Какой притой? Что? Да. КОНЕЦКИЕ КОНЕЦ 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 У вас прекрасный ресторан, дэр Швальдер. Всегда к вашим услугам, спин-бород. Благодарю. Субтитры делал DimaTorzok Пистолет, идите. Пистолет, идите. Пистолет, идите. Пистолет, идите. Вы обычно обедали в ресторане Швальдер? Да. В котором часу? Около часу дня. И заканчивали? В зависимости от аппетита. Точнее. В два. Точнее, в 13 часов 59 минут 45 секунд, герр-майор. А почему в день убийства Гартнера вы задержались в ресторане после двух часов? Мне некуда было спешить. Вы сами выбирали себе кабинет напротив кабинета Гартнера? Мне его предложил Швальбе. А не кажется ли вам Гольдринг? Фан Гольдринг. Незадолго до взрыва вы отостали официанку за русской водкой? Да. Я люблю русскую водку, а вы? Документы на стол! Я люблю русскую водку. Прекратить эту комедию! На каком основании вы меня допрашиваете? Ну, барон фан Гольдринг. Никаких «но». Немедленно отвезти меня в гостиницу. Сегодня же об этом узнает генерал Бертгольд. Ну, херр-барон. И сию минуту освободить моего деньщика. Да. Болван. Вы болван, Лемкер. Молчать! Как вы могли допустить убийство Гартнера? Вы понимаете, что это значит? Рядовы на Восточный фронт. А вы 24 часа представите мне лично результаты расследования. Ну, что еще там? Прошите, генерал. Ну? Только что получим сообщение. Между Тральдайном и Кантовым... Что? ...партизаны взорвали эшелон с оружием. Оборон фон Гольдрин. Где он? Обернулся. Отдыхают. Охрана уничтожена. А что с оружием? Захвачена партизанами. Слишком много для одного дня. Да, слишком много. Вам, генерал, необходимо... Немедленно ликвидировать эту партизанскую банду. Ауфман Заугель. Срочно разработайте новую систему усиленной охраны завода. Можете идти. Да. Плохи наши дела, Карл. Да, Верили. Как только у нас на фронте неудачи, мы ощущаем это сразу здесь, в глубоком тылу. Возможно. Но во всем происходящем чувствуется чья-то опытная вражеская рука. Очень хорошо, мой мальчик. 15 очков в середину. Еще два-три усилия, и восточный гигант 15 очков в середину упадет на колени перед Паттерландом. не совсем точно, отец. 10 очков в середину. В угол 12. Зато ты отлично играешь, Генрих. Ваша школа. Мне наконец удалось получить согласие рейхс-министра Гиммлера на твою службу в его штабе. Ты доволен? Очень. Завтра я уезжаю в Берлин, и вот там я возьму реванш. Через три дня ты тоже должен быть в Берлине. Так скоро? А что тебя удерживает? Эта красотка из гостиницы? Ну, откуда вам все известно? Моя профессия знать все, что от нас скрывает. Ну, ничего. Я тоже солдат и мужчина и понимаю, что нас могут быть... Отец, всю свою жизнь я связываю только с Лорой. Но она еще такой наивный ребенок. Это что такое? Ух, это дядя! Успокойтесь, Лорочка. Ваш названный брат и отец давно уже гуляют. Итак, завтра я уезжаю, ну, а ты пока отдохни. Благодарю, отец. А у меня для тебя есть маленький сюрприз. Какой? Лора! Мой Генрих! Папа! Он уже все знает? Ты говорил ему? Да, девочка моя, а ты не беспокойся. Я все уже устроил. Ну, дети мои, вы погуляете, а мне пора. Дела не ждут. Мне так хотелось поскорее тебя увидеть, Генрих. Я даже упросила папу, чтобы он взял меня с собой. Ты рад? Очень. А что это за плетка? Уж не для меня ли? Ну, что ты, Генрих. Я беру ее с собой на прогулки на нашу ферму, где работают эти русские девки. Ух, какое наслаждение! С каким бы наслаждением я... Генрих, как я люблю тебя! По нашим сведениям, Моника связана с партизанами, но ее арест мог бы скомпрометировать барона. Генрих знает об этом? Я пытался с ним говорить, но барон слишком доверчив и... Вы никого, кроме меня, об этом не информировали? Я служу только вам, гэр генерал. Я чрезвычайно ценю это, гэр Гаутман. Так вот что, имя барона фон Гольдинга не должно быть скомпрометировано. Вы понимаете меня, зауголь? Я вас понял, гэр генерал. На лекарь, рюмочку! Сейчас! Зачем пришел? Сегодня приезжает Людвина, ты должна ее встретиться. Как не вовремя? Добрый день, Моника! Добрый день! Как раз вовремя. Готовится побег Стронга, ее приезд необходим. Моника, два кофе! Сейчас! Каким поездом? Не поездом, а теплоходом. В 16.20. Хорошо! КОНЕЦ Вы арестованы! Идите! Войдите! Что случилось, Моника? Я не знаю, почему я пришла к вам. Мне кажется, вы можете. Я вам верю. Нет. Моника! Моника! Идите сюда. Говорите. Арестована моя кузина, Строльдайна. Может быть, вы... Вы молчите. Как ее зовут? Людвина Кристоф. Идите, Моника. Идите, Моника. как в Заугеле. Если она не выдержит пыток и выдаст Монику, гестапо доберется до меня. А это провал всей операции. Стоять! Пора кончать. Ну? Так и будем молчать. Как я рад вас видеть! Я тоже. Осторожно, в пакете коньяк. Гэдрих, вы бог! У нас нас все кончилось. Тогда пускай дела немного подожду. Нет, нет, нет. Продолжайте. Вы хотите? Конечно. За ваши глаза, красавица. За вашу грудь. Грудь Дианы. Поэт. Настоящий поэт допросов. Я пьян в знакомстве с вами. Разве можно сравнить обычное опьянение с чувством полной власти над человеком? Быть наивным, снисходительным. Вдруг шаловить. Поставить на колени. Заставить просить прощения, умолять, словать рук. Разве в такие минуты не чувствуешь себя сверхчеловеком? Прямо нитча. Белокурое вестие покоит весь мир. Нитча мой бог. За нитча, Диана. Машина готова. Люди снаряжи. Свободен. Прошу прощения, господа. Я должен идти. Харильда! Дикаль! Стоять! Хороша девка. А? Понравилось, Святой Антоний? Ну что ж, можно поразвлеться. Послушайте, Генрик. Отложите мне еще, пожалуйста, 500 мэрок, чтобы было ровно сколько? Шесть тысяч. Вам невозможно отказать. Ваша машина здесь? Да, но без шофера. Землуч. Где же она? Вот это не она? Нет. И у душа улетела Господу Богу две недели тому назад. А, вот она. Людмила Христов. Приговор приведен в исполнение 17-го 40-го часа вам хватит? Вполне. Да, 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 да Заходите. Эй, Генри. Пустите меня. Пустите, мерзавец. Пустите. Бегите. Генри, она убежит. Генри, вставь. Вставь! Вставь! Проверите. Погодите, я сам. Ну что? Все. Развлечение не состоялось. Слушай, ты сообщил фонд Гольдрингу номер поезда и час отъезда? Так точно. Никого при этом не было? Нет, никого. Ты уверен? Так точно. А Моника? Ее там не было. Уверен? Так точно. Подпиши бумагу. И помню, что этого разговора не было. Прошу достать карты расположения дивизии. Раздайте фото. Докладывайте, лейтенант. Вчера ночью в 3 часа 16 минут с засекреченного подземного завода бежал известный инженер-конструктор Эдвард Стронг. Есть основания предполагать, что побег был совершен с помощью партизан, хорошо осведомленных о системе охраны подземного завода. Задача. Беглец должен быть доставлен живым или мертвым. Приказываю второму мотоциклетному батальону и мертвым. С ума можно сойти. Мужа моей сестры приняли за какого-то преступника. Не выдумывай, мама. Никакого сходства. Да что ты, Моника, глаза его. Что-нибудь случилось, мадам? Доброе утро, мадам. Доброе утро. Понимаете, мужа моей сестры... Он давно погиб. И не погиб вовсе, а исчез неизвестно куда. Бедная Луиза, сколько раз я хотела ее навестить. Ведь это совсем недалеко, в Травельси. Мама. Да что мама, мама. А вот Моника не разрешает. Я тоже не советую ездить вам в это село. Как вы его назвали? Травельси. У вас чудный кофе, мадам. Почему ты не сказал Заугелю, что при этом была Моника? Так. Незачем. А ты не боишься, что рассказал об этом мне? Ты славный парень, Курт. Меня скоро переводят. Я возьму тебя с собой. Спасибо, Город. Хайм Гитлер. Базель. Член национал-социалистской партии. Очень хорошо. Нужен дом для комендатуры. Вероятно, здесь есть подозрительные люди в семье коммунистов? Есть. Можете выбирать. Одиннадцать семей. Учитель нарк. Изучал русский язык. Сын Лера. Участвовал в забастовках, правда, еще до войны. Дорни. Госпожа... Дорни. Дорни? Дорни. Ходили слухи, что муж госпожи Дорни коммунист. Ах, вот как. Где их дом? Очень удобное место для комендатуры. Курт, оставайся в машине. Идемте. По моим сведениям, в этом селе живут родственники преступника. Возможно, что он сам скрывается именно тут. Ну вот, поезжай туда. Я не могу. У меня есть срочное поручение генерала Бергольфа. Хорошо. Я поеду сам. Мадам. Спасибо, мадам. Здесь есть другие комнаты? Как видите. Кто еще живет в этом доме? Мы вдвоем? Мы вдвоем. Попросите женщину уйти. Мне надо поговорить с вами. Садитесь. Вы Эдвард Стронг. Что вам нужно от меня? Мне необходимо получить все данные о подземном заводе. Вы понимаете, что это нужно не для немецкого командования? Господин Стронг, у нас очень мало времени. Какую? Попросите. Я рассказал вам все. Все о заводе, все об оружии. И последнее. Каким образом можно уничтожить этот завод? Единственный способ. Взорвать плотину и затопить завод. Солдаты! Спрячься. Бери. Позвольте кофе! Красавец! Предатель! Господин офицер! Господин офицер! Господин офицер! Пустите! Пустите меня! Пустите меня! Ай! Я не виноват. Я виноват! Я с ним на цену! Ай! Что произошло, Эйнри? Все цело? Я осматривал дом. Вышел сюда, на меня напал какой-то бандит. Стал душить. Спасибо, Кубис, вы спасли мне жизнь. Ну, пустяки. Дом осмотрен? Да. Его здесь нет? Нет. Поехали. Конечно, мне бы не следовало вам об этом говорить. Послушайте, Генрих, я не случайно приказал вашему денщику сесть в другую машину. В конце концов, мне гораздо ближе, чем этот выскочил, залп. Ваша девочка, одним словом, он считает, что она связана с партизанами. Моника и партизаны? Какая чепуха. Я тоже так думаю. Но за уголь хочет ее арестовать. Моника, вам необходимо уехать. Скрыться. Скрыться сегодня, сейчас же. Почему? Пока я был здесь, вам ничто не угрожало. Но завтра, завтра я уезжаю. Надолго. Не знаю. Возможно, навсегда. Я люблю вас, Моника. Но вы должны уехать, поверьте мне. Если бы вы знали, как я испугалась, когда впервые поняла, что люблю вас. И что вы... Давайте убежим вместе. Подождите. Поцелуйте меня на прощание. Поцелуйте меня на прощание. Я буду ждать вас. Не трогай рукой гвоздика, такой цветок. Искринка росы, как будто слезы намек. Храните гвоздику от грубых сапог, прекрасный цветок. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- КОНЕЦ Так ты перестреляешь всех девочек, Вульф. Она не захотела со мной пойти. Алло, слушаю. Вы забыли мое приказание. Через 30 минут я жду вас со схемой охраны завода. Слушаюсь, георгенерал, слушаюсь. Все-таки ты животное, Вульф. Кто был вчера ночью в Гестапо? Вульф, майор Кубиш. Кто еще? О, брейтенант фон Гольдрих. А меня уже ничто не волнует. Ни служба, ни деньги, ни женщины. Будто я человек, лишенный радости и горе. Кто убил Монику? Ну, мне пора. Хубис, я верну все ваши расписки за одно слово правды. Немецкое все равно нельзя купить. Прощайте, Гольдрих. Здесь ваши расписки и тысячи марок. Кто убил Монику? Заугольд. По приказу Бертгольда. Здесь, в самом деле, пора. Ай, Гитлер! Моника. Скорбите о тяжелой утрате, барон. Да, Моника была красивая девушка. Вы явились сюда, чтобы выразить мне свои соболезнования? Нет. Конечно, нет. Послушайте, барон, у меня есть к вам один, я бы сказал, приватный вопрос. Что бы вы подумали о немецком офицере, который отпустил пойманного им партизана, убил личного резидента Гиммлера, организовал побег Штронга... И выкрал документы из вашего сейфа? Да. Что бы вы сделали, барон? Прежде всего, нужно иметь точные факты, Гауптман. Если б я имел точные факты, я давно арестовал бы вас, барон. Кстати, для точности не барон. Лейтенант Гончаренко. Почему задержался? Пришлось убрать Заогеля. Ты что, с ума сошел? Никто не видел. Ну ладно, задание получишь по прибытии на новое место. Есть. Я слушаю. А ну, впереди! Что это? Под твоим координатом. Ну, счастливого пути. Барон! 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 Субтитры создавал DimaTorzok